дом стоял высоко над морем спиной прилепился к скале как ласточки на гнездо а окнами смотрел на море 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 до самого горизонта такое спокойное там вдалеке а здесь внизу она сердито набрасывалась на скалы кипела будто злилась на всех и особенно на этот маленький домик забравшийся так высоко совсем рядом в трех километрах вниз по старой дороге есть город там на пляже море бывает спокойным как горное озеро а здесь под скалой всегда злится у открытого окна старик варил кофе в большой железной кружке мальчик стоял рядом и смотрел как поднимается пена и как старик разливает кофе по глиняным чашкам чашки когда-то подарил старику взрослый уже внук сказал вот дед будешь гостей угощать старик тогда удивился какие у него могут быть гости но вот приехали старик взял две чашки кивнул на третью неси на веранду мальчик не понял слов но догадался понес осторожно жгло пальцы но старался не показать надо же какие нежные у него руки как у девочки что в голове не поймешь не выпускает из рук модную игрушку телефон фотографирует щелкает кнопками куда ему столько фотографий старик сначала пытался развлечь его расшевелить показал коробку с инструментами мальчик вежливо посмотрел и отложил не умеет не интересно старик снял со стены ружье мальчик кивнул но даже не взял в руки а старик многое бы отдал в его возрасте чтобы поддержать такое странный странный мальчик другой говорит на чужом языке светлые совсем белые волосы серые глаза никогда в семье не было таких ведь сын анны внучки выходит правнук анна и сама родилась в другой стране а потом уехала еще дальше на самый край света старик и не знал раньше что есть такая земля там и родился мальчик чужой язык чужое непонятное имя и только если написать его становится видно что мальчика назвали в честь него прадеда пишется похоже видеть видно а слышать не слышно такие странные эти буквы латинские такие же как на крышке старого пианино да немецкое пианино вон стоит в углу как инопланетянин старик вспомнил как инструмент везли сюда на грузовике по дикой горной дороге сразу после войны потом дочь училась играла но она уехала давно давно и пианино молчит тихо в доме только море шумит днем и ночью злиться на кого-то что ты не пьешь тихонько спросила анна потому что она стеснялась здесь громко говорить я пью ответил мальчик просто горячий он никогда не любил вкус кофе но неловко было отказаться к тому же ему нравился запах здесь в горах он смешивается с горьким ароматом диких трав и соленым ветром совсем не то что в городе среди пыльного асфальта и шума машин тут запах кофе был чем-то естественным также как силуэт старого монастыря не нарушал линии гор мальчик отхлебнул из чашки и сморщился обжегся не привык к такому старик смотрел на море а думала мальчики чем он живет что в его голове вдруг правнук заговорил быстро непонятно он спрашивает перевела анна она здесь всегда такое море злиться как будто старик кивнул да это странно что здесь так кажется когда-то раньше раньше очень давно море было другим а может другим был сам старик он не помнит забыл утром анна с мальчиком спускались вниз в город там можно подойти к воде искупаться или просто ходить босиком по самому краешку моря старик не пошел с ними он терпеть не может этой пляжной суеты спускается в город только ближе к зиме когда закончится сезон там море тихо а здесь нет повторил мальчик почему есть легенда ответил старик раньше море любила поговорить но сейчас все забыли его язык никто не понимает только старые камни там на горе старик кивнул головой на монастырь им тысячи лет они помнят но молчат не отвечают и море тоскует тоскует и злиться пытается докричаться до них рассказать ну это сказка добавляет он вдруг смущенно красивая сказка сказала она она тихонько переводит легенду мальчику и он сосредоточенно кивает головой солнце склоняется к горизонту мальчик выложил из кармана камешки расставил на перилах и веранда и щелкает по одному вниз в море камень летит в заросли не видно долетает он до воды или нет но может быть да закат в полнеба горит огнем анна вдруг спрашивает у деда а пианино кажется у тебя было пианино она сохранилась куда же ему деваться пожимает плечами старик не живое же не сбежит знаешь а ведь джордж играет хорошо играет его учитель говорит он очень способный можно попробовать так расстроенная же совсем 40 лет никто не открывал хотя если он хочет что ж пусть поиграет старик не дожидаясь пока она переведет его слова берет мальчика за руку уводит в дом вот оно пианино черное большое старик уже привык не замечать его стоит и стоит джордж открыл крышку нажал клавишу пианино отозвалось хрипло одна нота расщепилась на два голоса он не смутился пробежала легкими пальцами по клавиатуре конечно ужасно расстроена но все струны целы и даже угадывается какой-то звукоряд похоже на гамму удивительно в таком климате на море немецкая механика отличная работа старику вдруг стало обидно ведь это его пианино а играть он не умеет два инопланетянина пианино и мальчик говорят на одном языке которого он старик не понимает джордж наконец перестал проверять какие клавиши звучат звонче а какие глуши какие настроены так что не похожи на себя какие еще держатся и он заиграл по-настоящему вот оказывается что он умеет этот джордж а потом что-то произошло старик сначала не понял что не так ему показалось что он оглох и тут она сказала смотри-ка море стихло старик не сразу понял смысл ее слов да точно привычный гул который был у него в ушах всю жизнь утих море плескалось тихонько как ручеек в самом начале пути поиграй еще георгий попросил старик сам не понял почему назвал мальчика по-другому своим именем поиграй поговори с ним внизу в городе по пустынному пляжу шли двое послушай вдруг сказала она остановись и послушай будто пианино играет там на горе слышишь что ты засмеялся он откуда здесь пианино это телевизор или радио работает где-то тебе показалось нет не радио пианино живое я слышу и море какой тихой сегодня смотри